В 1967 году произошла одна из самых масштабных московских трагедий 20 века. При странных и до конца невыясненных обстоятельствах взорвался дом на улице Полины Осипенко. Это событие долгое время скрывалось, но позже стало понятно, что это был не единственный взрыв в районе Садового кольца в Москве. Похожие случаи взрывов и пожаров происходили здесь неоднократно в течение нескольких столетий. Прежде тут был земляной вал, по которому шла деревянная стена, окружавшая город. Стену сожгли с тех пор на протяжении веков. Пожары здесь не прекращаются. Сегодня на Садовом кольце беспричинно загораются офисы и автомобили. На стройках крупных торговых центров вспыхивают части конструкции. Рабочие спасаются от пожара, используя магические круги. При этом совершенно не осознают, что делают. Всем этим событиям есть только одно объяснение. Садовое кольцо соединяет неблагонадежные точки в центре города, которые складываются в магический символ огня. В тот вечер Светлана Толмачева задержалась на работе. Нужно было доделать отчет. Девушка вышла из кабинета на несколько минут, чтобы налить кофе. В момент, когда щелкнул чайник, Светлана услышала странный гул и почувствовала, как здание вибрирует. Землетрясение навряд ли подумала Светлана. Но было страшновато оставаться в здании. Девушка вернулась в кабинет, чтобы забрать документы. Отчеты дома можно закончить. Открыв дверь, она увидела, что на одном из столов горят бумаги. Светлана оцепенела на какое-то время. Да что же это? Откуда огонь? Девушка поискала глазами огнетушитель. Он где-то должен быть в кабинете. Но не нашла. Светлана схватила с подоконника в вазу с цветами. Там было немного воды. И вылила на горящей бумаге. Огонь еще не успел разгореться. Воды хватило, чтобы его потушить. Офис, где работала Светлана Толмачева, находился недалеко от метро Курская. Вниз по земляному валу. Центр Москвы, Садовое кольцо. Улица Земляной вал самая протяженная в составе Садового кольца. И именно с нее началась история этой знаменитой столичной круговой магистрали. Сейчас Садовое кольцо. Это 16-километровая трасса в центре Москвы, вдоль которой вытянулись 13 улиц и 3 бульвара. Расположилось 15 площадей. Они за несколько веков менялись архитектуры, менялись названия, но одно оставалось неизменным. Частые пожары. Иногда это случается по вполне понятным причинам, но чаще возгораниям нет объяснения. Очень много действительно событий и возгорания, и разрушения зданий, и какое-то поведение людей, животных в этом месте свидетельствует о том, что место действительно аномальное. Валентина Пономаренко вернулась домой довольной. Успела сегодня и подарки детям купить, и продукты к праздничному столу. Ведь до встречи нового 1968 года осталось всего шесть дней. Самое главное, ёлку удалось приобрести. Небольшую, именно такую, какую она хотела. Они всегда ёлку наряжали за несколько дней до 31 декабря, чтобы праздник заранее чувствовался. Сегодня Валентина планировала повесить игрушки до прихода детей из детского сада. Вот обрадуются. Вдруг с улицы раздался сильнейший шум, крохот, закачались стены. Валентина не понимала, что происходит. Краем глаза она увидела в окно, что соседний дом разваливается. У женщины проникнуло мыть. То же самое происходит с нашим домом. Она металась по комнате, хотелось взять важные документы, хоть какие-то вещи. Но ничего не находилось. Схватив пальто, Валентина побежала на улицу. В тот момент казалось, что потолок вот-вот обрушится. 25 декабря 1967 года в Москве взорвался дом на улице Полины Осипенко. Обычная пятиэтажка рухнула в несколько секунд. Соседние здания остались целыми, но взрывная волна докатилась и до них, поэтому людям казалось, что их дома тоже разваливаются. Со всего города примчались машины скорой помощи, которые, погрузив раненых, с боем уносились прочь. У Кольца, как и в других районах Москвы, периодически происходят какие-то крупные пожары или взрывы, в том числе и бытового газа, или взрывы с неопределенной природой. Здесь наиболее загадочным является несколько взрывов. И прежде всего взрыв на улице Поливной Осипенко. Как раз на стыке ее садовым кольцом взорвался дом, жилой дом. Всего пострадало 147 человек. Специальная комиссия, расследовавшая трагическое происшествие на улице Осипенко, выдвинула несколько версий. Диверсия, взрыв бомбы, сохранившийся со времен войны, взрыв бытового газа. Вот это странное событие, когда был разрушен дом на улице Полина Осипенко, ныне Садовническая улица, как раз и подтверждает аномальность данного места. И то, что к этому месту нужно отнестись очень серьезно и внимательно. Официальной причиной случившегося в итоге назвали взрыв бытового газа. Следственная комиссия не обратила внимания на тот факт, что дом на этом самом месте взрывался уже в третий раз. На месте этого дома, который взорвался в 1967 году, были другие дома, которые в первую половину 20 века взрывались. В этих домах не было никакого газа, и, собственно, он не мог стать причиной взрыва. В 19 веке на этом месте стоял доходный дом. В 1902 году здание разлетелось на куски. Вскоре здесь выстроили другой дом, в котором разместилась булочная. Но в 1932 году и она взорвалась. Газа в этих строениях не было. Доходный дом топился дровами, а свет давали свечи. В булочное освещение было электрическим, а топление централизованным. Но уже после того взрыва в четвертый раз дом не стали здесь строить. Разрушение на Садовом кольце – это страшные и порой совершенно необъяснимые события. Взрывы и пожары происходили здесь неоднократно в течение нескольких столетий. И сейчас на Садовом кольце беспричинно воспламеняются автомобили, загораются офисы, на людях вспыхивает одежда. Садовое кольцо – центр столицы. Здесь в одном и том же месте, с разницей в несколько десятков лет, взрываются жилые дома, в офисах самовозгораются предметы, а на людях воспламеняется одежда. Меньше чем через неделю в офисе опять случился пожар. В середине рабочего дня стол секретаря генерального директора компании задымился и вспыхнул. Пламя быстро сбили, но через секунду стол опять заполыхал. Через два дня секретарь опять пострадала от огня. Вечером она собиралась домой. Как только сняла пальто с вешалки, оно вспыхнуло. Светлане стало понятно, что ситуация действительно серьезная, и день от дня становится все более опасно находиться в офисе. Тогда Светлана рассказала и о своем ночном происшествии. В офисе начали поговаривать о привидениях, темных силах, порче. Разыскали в интернете упоминания о схожих случаях. Из интернета также стало известно, что всего в двух кварталах от офиса, тоже на Садовом кольце, находился дом, который взорвался по неизвестной причине. Взрыв дома на улице Полины Осипенко не единственный в районе Садового кольца. Без каких-либо причин разрушались и другие здания. Похожие случаи, как и на Полины Осипенко, проходили еще в нескольких районах Москвы, в том числе связанных как-то близки к Садовому кольцу. Собственно, в 1988 году взорвался дом на улице Большая Полянка, а в 1991 году взорвался дом в Старомонетном пещере. Откуда пробуждается сила, вызывающая взрывы и пожары на Садовом кольце? Маги и экстрасенсы утверждают, все дело в самой форме Садового кольца. Его окружность включает разрушительную силу наиболее аномальных мест города. Центр Москвы имеет очень давнюю и древнюю историю. Очень много событий происходило. Причем событий разноплановых, зачастую связанных с какими-то людскими эмоциями большими. Это и волнения всевозможные происходили, и какие-то казни. Как любое историческое место, центр Москвы обладает собственной энергетикой. Форма и мистическое значение круга накладывает определенный отпечаток дополнительный на Садовое кольцо. В том месте, где сейчас Садовое кольцо, в конце 16 века был насыпан вал, на котором выстроили деревянную стену с башнями и воротами. То, что внутри вала, стали называть земляным городом или Скородомом, потому что построено в кратчайшие сроки. Всего за один год. Стена спасала от вражеских набегов. Но в эпоху Смуты, в начале 17 века, деревянную стену сожгли литовские интервенты. Сам же вал постепенно разрушался и застраивался. А ко времени французского нашествия совсем исчез. В 1812 году полыхала вся Москва. Но самые сильные пожары были в окрестностях земляного вала. Здесь сгорело большинство построек. Для средневековой Москвы, Москвы, но начало нового времени, пожары были главной проблемой. Потому что большинство домов были деревянные, и пожары могли случиться в любой момент. Из-за того, что система пожаротушения была очень слабо развитая, то пожар мог охватить весь город. Примерно каждые 20 лет территория земляного города выгорала полностью. Садовым кольцом дорогу в центре Москвы стали называть в 1820 году. Когда уже ненужные валы стали мешать развитию города, их срыли. В западной части кольца, на месте вала, сделали бульвары. В остальной части по трассе проложили улицы, а владельцев домов обязали соорудить полисадники. За примерно 10 лет были заложены первые бульвары. Одними из первыми стали, собственно, Смоленский бульвар, Зубовский и так далее. И, собственно, уже к середине 20-х годов было выстроено кольцо из бульваров, общественных садов и различных, так сказать, прогулочных мест. Эти порисадники и бульвары, сохранившиеся до 1930-х годов, и стали причиной наименования новой круговой трассы Садовым кольцом. Садовое кольцо, точнее, некоторые его части попадают в зону, ну, так скажем, сейсмически активную. То есть где-то в глубине существуют разломы тектонических плит, и периодически происходят какие-то подвижки. Безусловно, это высвобождает колоссальное количество энергии, природной энергии, так скажем. И когда эта энергия накладывается на энергетику самого Садового кольца, на ее древнюю энергию, то происходят очень странные события. Андрей Вавилов подвозил пассажира до парка Горького. Ехали по Садовому кольцу, до места назначения оставалось чуть меньше километра. Вдруг из пакета девушки раздался какой-то странный шум и запах лады. Пассажирка сидела неживая и мертва, настолько испугалась. Андрей быстро припарковался, выхватил пакет, хотел швырнуть его подальше, но заметил, что там догорает коробок спичек. Оказалось, что в пакете по непонятной причине вспыхнули спички. Девушка очень долго извинялась, а Андрей серьезно задумался. Ведь предметы в его машине загораются не в первый раз. Он нередко выезжает на своей машине, чтобы подзаработать частным извозом. Основная трасса – Садовое кольцо. В последний год в машине то зажигалка взорвется, то баллончик с аэрозолем лопнет, то радиатор задымит. Андрей заметил, что возгорание происходит только в тех случаях, когда он в поисках клиентов совершает полный оборот по внешней стороне Садового кольца. Так случилось и в этот раз. Ведь он выехал утром из района близкого к парку Горького, а пассажирка с загоревшимися спичками была сегодня первым клиентом. Совершив полный круг, некий предмет, ну, в данном случае люди, которые находились в машине, стали наиболее восприимчивы к той силе, которая исходит от места. Силы, они трансформировали ее, ну, они или те предметы, которые были с ними, некоторые из предметов, трансформировали в энергию, которая вызвала возгорание. Уже несколько лет ведутся разговоры о том, чтобы сделать движение на Садовом кольце односторонним. Это связано со сложной дорожной ситуацией в Москве, с многочисленными и продолжительными автомобильными пробками. Специалисты, занимающиеся проектированием новой схемы движения, сходятся в том, что оно должно осуществляться против, часовой стрелки. Если будет движение происходить против часовой стрелки, то получится, что вся территория будет подвергаться достаточно сильному негативному влиянию. Если же движение будет организовано по часовой стрелке, то, безусловно, это может и снизить риск возникновения проблем, то есть как-то компенсировать вот те силы, которые сейчас деструктивно действуют на эту местность. При одностороннем движении Садовое кольцо превращалось бы в дорогу в 8 полос. И, соответственно, чтобы автомобиль смог продвинуться из одного конца Садового кольца в другую по ширине, ему нужно было бы сделать несколько кругов. Садовое кольцо стало заложником своей формы, формы круга. Линия кольца проходит по наиболее аномальным местам Москвы. В офисе на улице Земляной вал будут искать пути спасения от возгораний, а строителю на Садовой Самотечной удастся защитить себя от огня. Садовое кольцо. Здесь произошла одна из самых масштабных московских трагедий 20 века. Взорвался дом, и погибли сотни людей. Информация об этом долгие годы находилась под запретом. Но позже стало известно, что это был не единственный взрыв в районе столичной круговой магистрали. Огонь по-прежнему хозяйничал в офисе. Не помогала ни усиленная пожарная безопасность, ни ночные дежурства. Работать было невозможно. Отсутствие убедительных объяснений только добавляло страхов и тревог. Люди не знали, кого винить происходящим. Друг друга или внешние факторы. Начальник стал подыскивать другой офис. Кто-то предложил вызвать в офис экстрасенса. Генеральный директор отнесся к этой идее с недоверием. Но сотрудники все-таки его уговорили. Давайте попробуем, мы же ничего не теряем. Экстрасенса разыскивала Светлана. Выбрав одного специалиста, она изложила ему суть проблемы по телефону. Кто-то разорвал круги и сказал тот, и замолчал на несколько секунд. Потом добавил, нужно смотреть на месте. Светлана задумалась о словах экстрасенса. Что за круги? О чем это он? Она даже не могла предположить, что речь идет не об образных, а вполне конкретных кругах и кольцах. Испокон веков города сооружались в виде круга. По такому радиально-кольцевому принципу построены многие европейские столицы. Москва в том числе. Округлая форма более удобна для обороны, так как из центра окружности до ее любого конца можно дойти, добежать, доехать за одно и то же время. Соответственно, это ускоряет мобилизацию при нападении. Во многом, опять же, это связано с тем, что круглая форма более удобна для проживания. Опять же, с равноудаленностью от центра. Строили города в виде круга не только из-за совершенства окружности с практической точки зрения. Круг – один из мощнейших магических элементов. Он защищал и оберегал город. При создании круга важно учитывать, в какую сторону его вести – по часовой стрелке или против. Очень важно, в каком направлении замыкается круг. Ведь широко известно, что для того, чтобы навредить человеку, многие люди с нехорошими мыслями ходят против часовой стрелки вокруг человека. Очень наглядно и ярко описано защитное действие круга у Гоголя в произведении Винь. И подобные действия используются очень часто, когда человек окружает себя видимым или же невидимым кругом и таким образом защищает себя от какого-то воздействия извне. Строитель Николай Мантула проснулся от того, что в бытовке пахло дыбом. Он испугался, бросился к двери, но она не открывалась. Дым шел с улицы, проникал через щели в двери. Николай навалился изо всех сил на дверь. Нужно скорее выбраться самому и пожар потушить как можно раньше. Ведь вся ответственность за сохранность имущества лежит на нем. Николаю разрешили ночевать в бытовке с условием, что он будет охранять эту строительную площадку в самом центре Москвы, на улице Садовая Самотечная. Бытовка все больше заполнялась дымом, дышать было невозможно. Дверь все-таки поддалась, ее удалось приоткрыть немного. Николай с трудом пролез. Огонь уже бушевал рядом. Николай заметался, путь был отрезан. В какой-то момент взгляд упал на мешок у бытовки. Это был строительный материал азбест. Николай стал раскидывать вокруг себя азбест. Огонь утихал, когда приближался к рассыпанному веществу. Это помогло Николаю продержаться до приезда пожарных. Когда произошел пожар, то рабочий выбрал интуитивно единственное правильное решение и защитил себя с помощью круга. Он поставил энергетическую защиту за счет того, что собственными эмоциями, собственным желанием жить он наделил вот этот нарисованный круг дополнительной силой, которая и смогла помочь ему каким-то образом противостоять длительное время огню. Если форма садового кольца включает разрушительную энергию, то почему подобная сила не атакует бульварное кольцо? Оказывается, несмотря на свое название, кольцо из бульваров не замкнуто. Конечно, это не собственно круг, а подкова, потому что южные рубежи не имело смысла укреплять. Там была естественная преграда для всех врагов собственно Москва-река. Садовому кольцу не удалось сохранить свою первоначальную защитную функцию. Здесь часто происходят пожары. А в последние годы стали известны случаи, когда в квартирах на Садовом кольце сама по себе закипает вода. Садовое кольцо. Центр столицы. Здесь в одном и том же месте с разницей в несколько десятков лет взрываются жилые дома, в офисах самовозгораются предметы, а на людях воспламеняется одежда. Экстрасенс Михаил Филоненко долго ходил по офису. Выглядывал в окно и опять ходил по кабинету. Потом он расспросил всех сотрудников, которые были очевидцами возгорания. После этого экстрасенс нарисовал на бумажке какой-то знак, прошептал несколько слов и отдал бумагу директору. В следующий раз, сказал он, когда вспыхнет пожар, постарайтесь нарисовать вокруг источника огня кольцо. Это можно сделать обычным карандашом. И бросьте в него заговоренную бумагу. Огонь ее съест и успокоится. Но это не решение проблемы. Я подумаю, как вам помочь, чтобы навсегда избавить офис от огня. В следующий раз опять не повезло Светлане. Она одна была в кабинете, остальные уже разошлись. Оставаться она не боялась. Возгораний не было уже около месяца. Все успокоились, решив, что визита экстрасенса оказалась достаточно, чтобы прекратить страдания сотрудников офиса. Но вдруг из-под стола запахло дымом. Светлана наклонилась и увидела, что загорелись бумаги в мусорной корзине. Она сделала все так, как сказал экстрасенс. Для меня была причина ясна с самого начала, как только я пришел в этот офис. Дело в том, что здесь раньше стоял круг из зданий. Одно из зданий было разрушено. Ни в коем случае нельзя было размыкать цепь из зданий. Вообще, круг – это очень сильная энергетическая защита. Я не стал все это объяснять сотрудникам офиса, но я начертил круг, который теперь будет их защищать. Раньше дома во дворе стояли плотным кольцом и окружали здание, в котором находится офис. Совсем недавно половину домов снесли. Это пятиэтажки, от которых освобождают Москву уже в течение не нескольких лет. В итоге, в районе земляного вала была нарушена оберегающая целостность круга. Разрывая круг, мы разрываем магическую защиту. И когда происходит такое, это может привести к очень отрицательным последствиям, которые мы имеем место видеть здесь, в этой фирме. Изменения, которые касаются самого круга, тут же отражаются на том, что находится внутри. То есть, соответственно, любые реконструкции садового кольца, любые события, которые происходят на его границе, будут отражаться на том, что происходит внутри садового кольца. Странные явления, происходящие на Садовом кольце, приняли в последние годы другие, но не менее пугающие формы. Беспричинные пожары перестали быть единственной мистической приметой центра Москвы. Новые аномальные явления связаны с необъяснимым повышением температуры воды. Олеся Ковалева заходит в свою квартиру в Самаре с большой осторожностью с тех пор, как с ней произошел очень странный случай в Москве. Два года назад Олеся находилась в столице, сдавала экзаменационную сессию. Она тогда училась на четвертом курсе факультета туристического менеджмента в одном из московских вузов. В этот раз Олеся решила не селиться в студенческом общежитии, а снять квартиру, чтобы готовиться к экзаменам в тихой обстановке. За небольшие деньги удалось найти маленькую квартирку недалеко от Курского вокзала. Две недели Олеся прожила абсолютно спокойно, успешно сдавала зачеты и экзамены. Но в один из вечеров ее покой был нарушен. она читала учебник, когда услышала какой-то гул на кухне, как будто очень громко заработал холодильник. Олеся вышла на кухню и застыла, увидев, что кипит электрический чайник, который даже не включен в розетку. Поборов страх, девушка взяла чайник, кипение тут же прекратилось. Что удивительно, несмотря на бурление, вода была холодной. Она не понимала, как относиться к тому, что увидела. Олеся поводила рукой над тем местом, где стоял чайник, но ничего не ощутила. Она точно видела, что чайник кипел. Из него шел пар. ей же не показалось. Олеся боялась оставаться в этой квартире. Но выбора не было. Нужно дожить здесь до конца сессии. На всякий случай она завела кота. Ей казалось, что это животное положительно повлияет на атмосферу в квартире. История с закипанием чайника лишний раз подтверждает то, что садовое кольцо безусловно является аномальным местом. Здесь налицо именно физическое изменение пространства, физическое изменение свойств материи и каких-то изменений физических сил. Животные могут никак не реагировать. То есть они уже привыкли к тому, что есть определенные силы в данном месте, которые не представляют особой опасности. Садовое кольцо утратило оберегающую целостность круга. Трудно предсказать, где и когда в очередной раз появится разрушительная мощь. Но есть возможность противостоять этому. Экстрасенс научит сотрудников офиса, в котором часто воспламеняются предметы, как можно защитить себя. садовое кольцо. Здесь произошла одна из самых масштабных московских трагедий 20 века. Взорвался дом и погибли сотни людей. Информация об этом долгие годы находилась под запретом. Но позже стало известно, что это был не единственный взрыв в районе столичной круговой магистрали. Экстрасенс Филоненко не подвел сотрудников офиса. Он рассказал генеральному директору компании, как надолго можно избавить здание от пожаров. Первое, что сделал начальник, когда пришел на следующий день в офис, взял мел, пошел вниз и лично обвел круг вокруг здания. Это была первая рекомендация экстрасенса. Вторая поставить вокруг офиса маленький бордюрчик и высадить цветы. Естественно, в форме кольца. Я посоветовал сотрудникам данной фирмы очертить защитный круг. Сделать такой защитный круг вокруг здания и высадить клумбу. Садовое кольцо сегодня это не только престижный район с элитной недвижимостью. Это еще магический круг, не менявший своих границ многие столетия. И все это время по линии Садового кольца происходят трагические события, связанные с огнем. В новостных лентах появляется информация о новых пожарах. В районе Смоленской площади горело административное здание. В Тушении принимали участие около 20 пожарных расчетов. В течение шести часов движение автотранспорта на Садовом кольце было парализовано. На пересечении Садового кольца и Нового Арбата взорвался автомобиль. Водитель двигался в сторону Новинского бульвара. Внезапно в салоне машины прогремел взрыв. Машина загорелась и уже во время пожара очевидцы услышали еще два взрыва. В январе 2007 года на улице земляной вал запылала подземная парковка. Около десяти часов утра жильцы домов увидели, что на расположенной рядом стройке из-под земли валят клубы черного дыма. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит строящееся здание бизнес-центра. А очаг возгорания находится в подземном паркинге. Справиться с огнем удалось лишь к вечеру. А за несколько лет до этого здесь же горел дом. Большей части вот этих чрезвычайных происшествий мы можем подобрать какие-то логические объяснения, подобрать логический ключ рациональный, который бы позволил нам понять суть. Но все равно существует ряд событий, которые мы до конца сейчас не можем объяснить. Те люди, которые волею судеб стали жертвами каких-либо событий произошедших, то ли это пожар, то ли это разрушение здания, их страх, их ужас, их может быть какое-то очень сильное эмоциональное чувство, оно также не исчезает, оно осталось в этом месте. И усиливаясь магическим действием кольца, оно будет продолжать влиять на все, что будет там строиться, на всех людей, которые там будут находиться, на здания, на события. Круг является древним магическим символом. Это замкнутая линия, поэтому и считается, что круг это защитный элемент. Он охраняет то, что находится внутри. Но все происходящее на линии круга, любые события, а в первую очередь происшествия, тут же отражаются на том, что обрамляет эта окружность. Магия круга создает ауру всего Садового кольца. Благодаря популярным фильмам и песням у Садового кольца сложился романтический образ. Но в последние годы стало известно о многих ужасающих событиях, произошедших здесь. Среди них и взрыв дома на улице Полины Осипенко, который унес жизни почти 200 человек. На Садовом кольце рождаются мощные выбросы энергии, которые прорываются в виде пожаров и разрушений. Не исключено, что со временем к этим происшествиям могут добавиться и другие отрицательные проявления энергии. Но обитатели офиса, где работает Светлана Толмачева, уверены, круг, который они образовали вокруг своего офиса, убережет их. Светлана Толмачева, . они Субтитры подогнал «Симон»